Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Анна и я рада приветствовать вас на своем канале. Расскажу вам, как не надо бороться с паутинным клещом. Дело в том, что я, в принципе, поборола бы паутинного клеща на своих бальзаминах, но решила для подстраховки, раз рассказывали, что можно использовать шампунь для животных от блох и клещей, ну, думаю, разведу в небольшой концентрации и опрыскаю свои растения. В качестве профилактики, так вот, дорогие мои, пожалуйста, никогда не используйте в качестве профилактики именно вот такие вот шампуни. Не обязательно, вот, я не знаю, возможно, просто этой фирмы шампунь мне не подошел, и я покажу сейчас, что случилось с моими растениями. Возможно, просто, ну, в принципе, я не делала большую концентрацию, да, вот этого вот раствора. Может, и другие шампуни так будут. Я расскажу вот конкретно на этом примере. И, пожалуйста, по возможности не используйте всевозможные народные методы по борьбе с какими-то вредителями или еще вообще с какими-либо там проблемами на своих растениях. Вот, смотрите, я вам сейчас покажу. Бальзамин. Паутинного клеща нет. Ну, и листов тоже нет. Сгорело все. Не знаю, очухается он, не очухается. Я, конечно, его оставила. Вот один-единственный лист, видимо, был помощнее. Вот он остался. Но не уверена, что тут что-то вырастет. Но все равно выбрасывать не буду, пока оставлю. Вот даже сейчас я его держу, и вот эти остатки листьев сыплются с него. Другой бальзамин. Он хоть и пострадал поменьше, но, тем не менее, тоже вот одни палки. Когда он обрастет у меня снова, и вообще клемается ли он. Но, в принципе, вот здесь вот есть зеленые листики. Так, как бы вам показать вот с этой, наверное, стороны. Вот где-то здесь появляются, чуть-чуть внизу. Может, конечно, что-то из него и будет. Но самое ужасное и самое обидное, это то, что... Вот, пожалуйста, все эти листья. У меня пострадали ипамии, и пострадал бальзамин. Вот этот бальзамин, вот эти два бальзамина новогвинейских, если это можно назвать бальзаминами, они пришли ко мне из агрофирмы Виола. Они такие красивенькие, были живенькие. Ну, вот, судя по всему, они были послабее. И вот, что осталось. От этого не осталось ровным счетом ничего. Он сгорел. То есть сначала листья опали чуть-чуть, а потом сам истекли. Вот здесь есть вероятность того, что может что-то и появится, потому что, как вот чуть-чуть зелененькие, это, конечно, тут росточки есть. Пока не буду их выбрасывать. Возможно, возможно, что-то и отродится. Корни-то там были, как-никак. Вот что случилось с моей помеей. Вот это вообще почти вся засохла. Но, в принципе, вот у нее появляется маленький такой росточек. Возможно, возможно, что-то и вырастет. А если не вырастет, то все растение на помойку. Вот и помея. Вот и помея. Все скуртило ее. Все, она вот отсыхает. Листья у них. Вот, допустим, и помея, которая пришла с агрофирмы Виола. Вот, посмотрите, я ее рассадила. У нее уже корни пошли. То есть новые отростки корней пошли. Она стала вот так быстро у меня приживаться. И что мы видим? Вот лист отсох. Вот здесь я лист отсох убирала. Вот здесь лист отсох убирала. Вот здесь листья начали желтеть. Вот здесь листики, которые появляются. Они вот некоторые, видите, еще, видимо, были в зачатке обожженные. А новые листики вот идут нормальные. То есть, пожалуйста, дорогие друзья, так делать не надо. Помимо того, что у меня пострадали и помеи, пострадали бальзамины. Колиусы, только чуть-чуть у них листья подсохли по краям. В принципе, как бы выпадов не было среди колиусов. Питуньи. Несколько сортов пришлось выбросить. Потому что их тоже сожгло. И я еще раз говорю, я не превышала какую-то дозировку. Я не выливала пол бутылки этого шампуня на пол литра воды. То есть, я выливала чуть-чуть. Так, лишь бы только было. И вот так вот все это мне спалило. И я знала, что не нужно было бы обрабатывать. Обработала бы на одном цветке и все. Да как? Надо же было все обработать. И вот чем я поплатилась. Поэтому, по возможности, учитесь на чужих ошибках. И так никогда не делайте. Как я. Не используйте зоошампуней на своих растениях. Ну что ж, мои дорогие. На такой вот ноте буду заканчивать это видео. Скоро буду сеять калибрахуа. Или калибрахуа. Короче, калиброшку буду сеять. Буду сеять дихондру, чтобы она у меня нарастила такой пышный куст. Питунью пока больше на данный момент сеять не буду. Буду ждать. Руки чешутся что-то посеять. Поэтому буду сеять калиброшку. Калиброшку буду сеять первый раз. Не знаю, взойдет, не взойдет. Ну, посмотрим. Ну что ж, дорогие мои. Будем прощаться. Всем всего самого наилучшего. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok